Всем привет ребят, с вами снова Демси и сегодня мы продолжим проходить GTA Vice City. Это уже 11 серия и как вы помните нам остались только миссии киностудии и еще один списочек в автосалоне, который я забыл выполнить. Ну и будут финальные миссии у нас сюжетные, которые остались. То есть буквально это может быть 2-3 серии. Сегодня мы добьем киностудию и эти дополнительные миссии и в следующей серии уже приступим к финалу. Возможно, кстати, она будет финальной вообще, прохождение Vice City. После этого у нас будет Vice City Stories, то есть на геймпаде, как это было с Liberty City Stories, как вы помните. Ну а пока мы продолжим проходить. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий. Да, серия вышла не в тайминг, я выпустил ее поздно, но надеюсь, что запишу еще одну серию где-нибудь на этой неделе. И может быть, следующая уже выйдет как раз таки в нужное время. Так, все, поехали. Зачем мы там остановились и где я вообще сохранился? Вроде бы в киностудии или нет у себя дома? Что ты? Кстати, у меня же миниган есть, я могу еще раз туда заехать? Давайте посмотрим. И да, мне писали, что можно снайперку взять. Я знаю, она там есть, кстати, я ее брал. А, она мне есть. По сути, я могу еще раз забежать. Патронов еще взять, почему нет. И лишним оно явно не будет. Только я вечно путаюсь, куда тут идти надо. Черт. Вроде бы сюда. Куда-то. Я не буду выполнять миссии медика и... Блин, опять не туда. Медика, полицейского и так далее. Просто потому, что это уже не имеет никакого смысла. Да? Я запутался. Казалось бы, как я мог пропустить, но уже не важно. Еще, наверное, подберем снайперку. Что-то бегать нельзя? Да можно же. Блин, ну... Почему нельзя выйти с этой стороны из лабиринта? Я так подумал, что... Блин, ну почему он устает? Я уже скилл потерял свой. А он еще не устал. Так, подумал, что зачем? Во-первых, уже почти конец прохождения. Во-вторых, я и так научился бегать... По сути, бесконечным спринтом. Только в последнее время что-то скилл растерял. Но вы видели, как это было. Так, едем мы добивать миссии автосалона. Это будут последние доп-квесты, кроме киностудии. И, да, киностудию, наверное, я буду показывать полностью. То есть все катсцены. Если вдруг прилетит нарушение, я перезалью видео. У меня будет две версии. Копы... Это было очень близко, но... Мы с вами разъехались, да, нормально. Еще одни копы. Кому сигналишь, коп? Я ничего не нарушаю, как бы. И мне кажется, или... А, нет, нормально. По звуку все вроде бы окей. Автосалон вообще в другой стороне. Куда я поехал? Там вроде бы остались какие-то... Очень странные машины. Там погрузчик будет. Мороженка. Тихо. Женщина, вы вообще куда идете? Я мог вас сбить. И, заметьте, я еще никого не сбил. Это челлендж. Да Дэмси кого-нибудь собьет. А вот посмотрим. Я сегодня никого не хочу сбить. Это будет случайно. У меня нет желания кого-либо сбивать. О, неплохо. Хорошая сумма. Так, и последний список. Здесь открылся Вуду, Кубинский Гермес, Кэдди, погрузчик, МР Вупи и Пицца Бой. Пицца Бой это... Типа таксишка такая или что? И почему машина исчезла? Я же двери открыл. Ты кто? Ты таксист. Ты коп. Коп этого не видит, да? А, вообще это мои ребята. Копы это мои... Это мои ребята. Это я работаю... Я шеф, так сказать. Ладно, поехали. Нам нужно найти машины. Одну из них я сразу знаю, где можно взять. Так вот, да. Это же по сути моя фирма. Я забрал машину у своих людей. Окей. Если сейчас Гермес найду... Мне кажется, догадываюсь, как он выглядит. Это кубинский он как бы отличается от других. О, мусор. Нормально. Блин, бабло. Надо взять. Мистер Гупи. А за что? А завезду за что дали? Да нет, блин, не надо мне это. Я просто заведу ее. Точнее, завезу. Доставлю. Я вообще неправильно поехал. А с другой стороны, какая разница? Кубинский Гермес катается где-то здесь, мне кажется. Я его видел в прошлой серии. Это довольно быстро, я думаю, выполнил. Погрузчик находится в аэропорту. Я сам догадался до этого, никто мне не подсказывал. Хотя, естественно, Морф пытался. Но, нет, я шарю. Я шарю, потому что думаю, где его еще можно взять? В порту каком-нибудь? Как в Сан-Андреасе. Ну, тут два варианта было. Причем, свою же тачку пригнал. Нормально. Денег мне уже на все хватает, ничего покупать не надо. Да, сделок. Да, спасибо. Так, Кэдди. Погрузчик. Ну, погрузчик, наверное, имеет смысл прямо сейчас взять. Машина? Ну? Почему только купы появляются? Я могу, конечно, свою взять отсюда. Там еще одна тачка откроется здесь. Кстати, это же Делориан, да? Почему это на Делориане? На Делориане самое то будет. Да блин! Стекло не разбивает. Где кубинский гермес? Нужно к кубинцам поехать. Да, такое, конечно. В прошлой серии я это все видел. Будет смешно, если я сейчас его встречу, но я, наверное, сначала в аэропорт. Заехать можно отсюда. Довольно быстро все выполнено. А вот где конкретно погрузчик припаркован, я не знаю. Придется его искать. Где он может быть? А, вот этот, что ли, погрузчик? А как его заполучить? Он дурачок тут катается. А, стоп. Извиняюсь, вот есть еще один. Погрузчик багажа. Да, как же это будет быстро. А можно перепрыгнуть? Хотя это рискованно, ладно, я не буду пробовать. И плюс скорость низкая. Так что, пожалуй, я просто поставлю паузу. Еду до места и... Если бы я перевернулся и загорелся... С меня бы рофлили. Ну ладно, я поехал. Что копы тут выискивают? Я не понимаю. Смотрите, они сейчас встретятся. Что вы тут делаете? Пошли вон. Вон пошел. А, они за ним идут? Дурачок не может забежать. А второй что делает? А, он просто зашел, да? Парень, тебе не скрыться. За тобой серьезные ребята выехали. Точнее, выбежали. Может, тебе разбить? А, ты зашел, да? А ему некуда убежать, он тупо закрыт там. За кем он вообще? Короче, понятно. Копы сами не знают, чего они хотят. Наверное, сейчас еще исчезнут. Вторая машина. Вторая машина. Окей, что там следующее? Вуду. Вуду это легко найти. Кубинский гермес. И Кэдди. Кэдди. Что такое Кэдди? Вот знакомые. Это какой-то... То ли грузовик, то ли... Спасибо, конечно, да. Зато быстрая машина будет. I'm really weak? Что? А ты кто? А, кстати, я его задавил. Но это было не специально. Точнее, специально. Я... Это не пешеход был. Пешеходов я еще не давил в этой серии. Это не считается. Кубинцы вроде бы в этом районе где-то ездят. О, кажется, вот он. Да? Да. I'm crazy. Отлично. Но эту машину тяжело перепутать с чем-нибудь. Так что еще одна в копилочку. Кэдди. Это что-то очень знакомое. Я уже на нем катался. Кэдди, Кэдди, Кэдди. А, это там где гольф. Да? Тут нужно ехать туда. На эту площадку для гольфа. Точно. Потому что нигде он больше не спавнится. И останется нам еще Вуду взять. А, нет. И еще что там? Пицца-бой. Пицца-бой. Что это такое? Что ты такое? Пицца-бой. Это квест. Ну, пока мы в любом случае едем в другую сторону. Пицца-бой. Это, наверное, тоже таксишка какая-то, нет? А, нет. Пицца-бой. Это мотоцикл тот. На первом острове. Все. Теперь я понял. Как я быстро додумался, а? Вообще жестко. Поле для гольфа у нас, кажется, не на этом острове. Но не важно. Блин. Делюкса медленная. Жаль, что не летает. Пицца-бой. Вуду. Кстати, Вуду. Вуду находится на втором острове. Ну, там проще будет. Оно по пути попадается. Просто далеко ехать. Сначала я, наверное... Кэби. Ой, Кэби. Кэби. Кэби мы уже брали. Это таксишка. Кэдди. Возьму. Я с другой стороны. А если я отменю миссию, ничего страшного не будет? Пицца-бой. А, тут даже не появляется миссия. Отлично. Опа. Что вы тут делаете? А я чисто в теории могу оставить ее у себя в гараже? Да. А потом приехать и никуда дальше не направляться. Хитро. Потому что мотоцикл исчезнет. В отличие от машины. Я ж не могу двери на нем оставить открытыми. Я сейчас так и сделаю. Оставлю у себя в гараже где-нибудь. И потом просто вернусь за ним. На второй остров. Точнее, на центральный остров. На второй. Ой. Упадай. А седоджи бы уже свалился. Где мой гараж? Фу, я перепутал гаражи. Зачем я сюда поехал? Блин, я забыл убрать мышку со второго экрана. Как это я еще игру ни разу не свернул? У меня вопросы к самому себе. Вот в данный момент у меня мышка перемещается. Отлично. Оно осталось тут. Это первый раз, когда я забыл экран переместить, чтобы он не мешал. Кэдди еще надо, да? Это не так сложно. Я думаю, все ждут миссии киностудии. Я постараюсь катсцены не вырезать, потому что они довольно эпичные. Пускай и не совсем подходящие по возрасту для некоторых. О, планирование происходит. Но опять же, у меня видео не для детей. Я уже это вставил. Ютуб меня спрашивал. Да к тому же, там ничего толком и не происходит. Это же не GTA 5. О, комета стоит. Ребят, я свой. Сбитая, значит, можно, да? А где Кэдди спавнится? Ну что это, бежать нужно столько времени, чтобы Кэдди заспавнилась? Ну тут же они на каждом шагу должны быть, нет? Или в моменте все исчезло? Это бред. Ни одной? Может на той стороне, конечно? Я же помню, я сюда приходил на миссию. Ну, конечно, тогда был скрипт на миссии. Все это спавнилось. Но тут и без этого должны они появляться. На той стороне? Эм, тут машины ездят. Каким образом? Как он сюда приехал? А что, можно на машине? Эй, охрана, у вас тут как бы... Ребята на машине? Не, стоп, можно. Даже перепрыгнуть можно. Как он тут сюда заехал вообще? Эх, это на другую сторону, походу, надо. Ну, ни одно не заспавнилось. Кстати, точнее, я могу их обмануть вообще? Отсюда залезть? Эээ, да, если постараться, можно перепрыгнуть. Но я заберу все свои вещи. Да. А то еще у них оставлю. Я все забрал? Вроде бы да. На ту сторону надо. О, серьезно? Так, не исчезайте. Вы арестованы. Бабуля. Я так и знал, что это бабуля. Leave me alone. Это дело государственной важности. И останется притащить еще тот мотик перед собой. Может быть, я даже не буду это показывать, потому что я его уже, как видите, нашел. Только доставлю и все. И останется только одна машина, Вуду. Из, по сути, Сан-Андреаса. Все ее знают, как она выглядит такая продолговатое. Так что проблем с этим быть не должно. О, коп за кем-то гонится. Почему так много копов? Сократил путь, проверяй. Нормально, кстати. Могло быть и хуже. Так, окей. Я тогда это все доставляю сейчас, чтобы время не затягивать. Я доставлю и... Хотел сказать, Вуду. И Кэдди. И Пицца-Бой. Останет только Вуду, которая только что проехала. Но, думаю, мы еще встретим ее. И как только я освобожусь, найду Вуду, уже запись возобновлю. А что так можно было сокращать? Лихач какой-то попался. Короче, скоро буду. Так, осталось найти Вуду. Которую мы уже даже видели с вами. Да. Только Вуду. Вот бы она сейчас заспавнилась прямо здесь. Было бы шикарно. Блин, машина исчезла. Это Вуду? Нет. Хотя, я не знаю, она может здесь проехать вообще? Было бы круто. Что вы делаете? Я не хочу никого давить. Боже, что... Он не мог определиться, кому там руки поднимать. Точнее, от кого. Вуду-вуду. Где-то же в этом районе они катаются. Как-то зло. Сейчас Вуду спавниться. Не буду. Ой, извиняюсь, работяга. Пожалуйста. Вуду в том районе. Вот тут они могут спавниться. Ну, хоть одна. Я буду ехать так. Тут что угодно едет, только не Вуду. Даже Гринвуды. Причем их довольно много. Отлично. Отлично. Баласовская. Да, блин, ты урод. Релакс. Давай, вылезай из машины. Релакснешь. Все, до свидания. Стоп. Мне показалось, или там драка началась? Это что? Такое вообще было? Ну, там я услышал звук удара. Было мощно. Судя по всему, мне скоро свет придется включать, потому что уже темновато тут. Все такое. Это последняя машина. И мы едем выполнять миссии киностудии. Их там вроде бы три или четыре. То есть в этой серии, возможно, даже еще время свободное будет. И мы пройдем еще одну миссию финала. Ну, походу, следующая серия точно последняя. Если не учитывать доп-квесты. Я его не задавил. Он живой. Он живой. Все нормально. Я аккуратный. Так. Последняя призовая машина будет. Вроде бы это джип или... Что там должно быть? Я уже не помню. Ну, тоже уникальная машина. Давай. И... Держи подарочек. Нет, это не джип. Вообще, что это? А ну-ка, давайте посмотрим. Она вроде бы в Сан-Андреасе есть. Нет? До девяти тысяч. Все вроде бы. Это был последний список. Да. Наконец-то я все выполнил. Почему я в прошлый раз не посмотрел? Она на втором этаже? Да. Вот она. Ход ринг рейсер. Гоночная машина. Поехали на ней. Поедем в киностудию. Это, конечно, далековато. Но я думаю, мы справимся. Тем более, она гоночная. Посмотрите на ускорение вообще. Это жестко. Только бы не перевернуться. Боже, как они так сокращают путь? Там же негде. Это только я так могу делать. Неправильно. Ну все, только киностудия на карте. Ну если не учитывать еще финальные миссии. Что это? Что они делают? Ну что, встречка? Нет. Тут нормальное движение. Слева и справа. Типография еще там есть, да? Но это сюжетные миссии остались. Мы могли бы заехать еще раз за миниганом, но я, наверное, не буду. Но нужно будет его распробовать. Хоть немножко. Пострелять. Потому что если я этого не сделаю, я этого не сделаю никогда уже. В iCity. Сандрауси еще такая возможность будет, но там совсем по-другому. Плюс еще можно ходить во время того, как стреляешь. По крайней мере, это я имею в виду вообще с любым оружием, а не только с ппшками или там с пистолетами. Блин, опять у меня мышка вылезла. Дилдомед. Это значит, мед. Лед. Дилдомед. Мед. Угу. Эх. Как идут съемки, Стив? Ну, Кэнди на своем уровне, а та новая девчонка просто нимфоманка. Она легла под добрую половину съемочной группы еще до того, как я познакомился со сценарием. Как бы там ни было, завтра мы займемся сценами на воде. На воде? Что еще за сцены? Рыбаки оказываются в пучине наслаждения, и когда внезапно появляется акула, что я и говорил на чергогнадской акулы. Боже. Я говорил, никакой гигантской акулы. Понял? Просто не отводи камер от кисок. Хорошо, хорошо, Томми. Домми, попытка не попытка, верно? Листовки уже напечатали? Да, но никто не позволит нам их распространять, видишь ли? Они слишком непристойные, типа, об этом не беспокойся. У меня есть парочка мыслей касательно их распространения. Хорошо. Эй, Кэнди, ко мне в трейлер. Он лично хочет обсудить с ней сценарий, я так понимаю, да? На студии стоит вертолет. Ой, вертолет, самолет. Я же говорил, есть самолеты в этой игре. Я говорил. Только, конечно, это кукурузник или... Или что это вообще такое? Где он? А, с той стороны? Просто он... Ну ладно, тут я задавил людей, да. Спустя... Сколько там времени прошло? Минут 15? Это в первый раз, да. Но они сами виноваты. Я не успел затормозить. Тихо, осторожно. Еще можно... Да, вот он, этот самолет. Блин, почему я не мог выйти так? Во-первых, я поставлю 30 фпс, а во-вторых, ну, потому что нужно летать довольно быстро, а во-вторых, я нормально монитор поставлю, потому что мышка убегает на второй экран. И когда-нибудь это сыграет свою роль и не в лучшую сторону. Я могу так затупить. Так, ну, вроде бы все нормально. Блин, 30 фпс, это вообще так неприкольно, так неудобно. Топливо. У меня еще и топливо заканчивается. Это нормально? Ну, опыт полетов у меня уже есть. Тем более, он не может утонуть, если, конечно, не прям носом в воду. Я попытаюсь сначала те дальние зацепить, а потом уже вернуться сюда. Короче, главная проблема это топливо. Но так как я поставил 30 фпс, у меня, по идее, будет нормальная, нормальная скорость полета. Хотя она мне напоминает скорость полета в Far Cry 5, когда говорили, тут в игре самые медленные самолеты. Нет, в Vice City такое тоже встречается. Ну, хотя, да, игра старая, конечно, но все равно. В салон-драйвисе, мне кажется, ничего в этом плане не изменилось. Так, а как их кидать? На E? Эм, а я уже думал, фпс стало 60. Сколько фпс? 30. Да, это я так, на всякий случай проверяю. Кто-то спрашивал, а, нужно просто на метке лететь. Кто-то спрашивал, как я вывожу эти все данные. Это MSI автобернер. То есть, все довольно просто, настраивается он легко. А вот следующий, кстати, показывается на карте. Это я сам настраивал, то есть, все эти цифры, точнее, названия я вписывал вручную. Название видеокарты, процессора. Нормально. Это, типа, по скрипту, так что вертолеты летают? Почему я так долго рассыпаю их? Сколько можно? А, мне до этого места надо, типа, я понял. На каждой точке это все нужно проделать. Тут еще... Кстати, а какое ограничение по высоте, мне интересно? Потому что на вертолете я уже видел, я даже не могу залететь на самое высокое здание. Ой, что, издеваетесь? Я так не смогу повернуть. Конечно, наверное, смогу как-нибудь. Но это не так удобно, как в Сан-Андреасе. Да, я, конечно, гений сравнивать Вайсити и Сан-Андреас, потому что они вышли... Ну, как минимум, Вайсити была раньше. А Сан-Андреас все-таки допиленный. Но, все равно, чтобы вы понимали, в Сан-Андреасе, когда будем проходить летную школу, я надеюсь, они будут тупить настолько. Мне бы хотелось в это верить. Пока по топливу все нормально. Кто там летает? А, ты тоже рекламируешь, да? Ну, он нацепил просто и летает. А я тут раскидываю листовки. Еще три точки. И все. Давайте высоту проверим, пока летим. Еще бы ни в кого не влететь, потому что они как-то походу... А звук как... Ну, по факту это до-до. Нет? Только нормальный. Но это звук как у него. Что по высоте? А, это максимальная высота, да. Ну, почему? Почему ограничение такое? Это как... Напоминает мне Майнкрафт старый, где ограничение в высоту было 128 блоков. Это было очень мало. Я сейчас не могу залететь даже на... Или могу? Я не могу. На это здание, которое слева было. Блин, вообще в другую сторону. Вы что, издеваетесь? Ну, ничего. Работяги там летают. Рекламируют. О, Фил, который Карл, и до сих пор никто не шарит. Почему он Карл? Да потому что я прочитал неправильно. За него говорилось в катсцене, я прочитал вместо Фил Карл. Ну, типа не увидел и решил предположить, что это какой-то Карл. Потому что в GTA 5 был Карл, GTA Online при ограблении и с этого там рофлили. Не знаю, почему. Причем здесь GTA 5. Не спрашивайте. Ну да, это новый мем. Отлично. И останется только одна точка. И так уж и сложно. Мне интересно, как было бы на 60 фпс. Как бы это все ощущалось. Я могу его, кстати, где-то за студией посадить? Не хочу в аэропорт переться. Самое важное не разбиться. Но пока вроде плюс-минус все окей. Две тысячи. Изи. Сто две тысячи баксов у меня. Но их уже не на что тратить, кроме как на оружие. А, ну и на дома. На недвижимость типа там в городе дом купить. Так, я аккуратно сейчас спущусь. Что? А что, так можно было? Я только F нажал и моментально остановилась. Окей. Я думал, что этих чуваков убью уже. Но им повезло. Так, ставлю 60 фпс и возвращаемся в игру. Я слышал этот звук, но все вроде бы окей. Там как будто бы самолет снова заспавнился. Так, следующая миссия. Компромант на Марту. Оу май. Да. Так, в чем теперь проблема? Ну, познакомившись поближе с нимфоманкой, наш герой вдруг осознает, что не может думать больше ни о чем другом, кроме как о своем огромном стержне. И в этой сцене я хотел задействовать целый чан картофельного пюре. Да мне плевать на это. Продолжайте, продолжайте. По телефону ты говорила о каких-то проблемах с законом? О, да. Конгрессмен Алекс Шраб начал свою предвыборную кампанию и планирует заполучить голоса людей пуританских взглядов. Ходят слухи, что он собирается принять меры по ограничению развития самой прибыльной индустрии развлечений в стране. О, да. Окей. Кэнди, ты ведь знакома со Шрабом? Вы с ним занимались что-нибудь непристойным? О, да. О, да. О, да. 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 Боже мой. Вырубайте, пожалуйста. Это уже переигрывается. Вы переигрываете. Это была часть вашего эм... Как она отвечала? Я понятия не имею. Короче, тебе лучше проследить за ней после съемок. Возможно, она приведет тебя к очередному любовному гнездышку. Фотик есть? Да, дай ему фотик. Эм... А она вообще-то это слышала, как бы. Типа, Кэнди слышала... А мне нужно палиться перед ней. Я могу и на самолете так-то, раз уж есть вертолетик. Касатка, или как он там называется? Не, не касатка, Сперл. Касатка. Касатка это куда в GTA 5 он там садится. Это Сперл. Он есть, и в GTA Online. Так, и что? Это не слишком палевно? Вот так вот в воздухе за лимузином? Он еще вроде бы не появился толком, но я уже знаю, что тут будет лимузин, который ее ждет. И да, нам вроде бы после этого накинут 5 звезд. И пора бы мне, наверное, уже свет включить. Ну, может быть, после этой миссии. Кэнди, Кэнди, с кем ты там уже мутишь? Как ты можешь? Ого, она сладок медленно, а потом такая, так, все, никто не видит, я сбегаю, короче. Смотрим, как водитель умеет ехать, как он умеет ездить вообще. И вообще, я надеюсь, меня не видно. Это же миссия слежки. Vice Point. Тут хотя бы без подзагрузок. Но вообще, мне интересно, как они это убрали в Сан-Андреасе? Потому что Vice City на том же движке, что и GTA 3, и что и Сан-Андреас. При этом в GTA 3 и в Vice были подгрузки. А Сан-Андреасе не было. И при этом карта там была гораздо больше. Как-то обманули они систему. Странно, что трафика нет. Наверное, потому что 2 часа ночи, да? Что ее 2 часа ночи ждет? Я надеюсь, что еще не очень долго нужно за ней следовать. Понятно. На красной мы не останавливаемся. Ну, такой же лихач, как я. Он чувствует скорость. Возможно, ей даже это нравится. Она его сама просит. Дави. о, я даже знаю, где можно приземлиться, чтобы сделать фоточки. Хотя, наверное, так нужно по сюжету вообще. да, по-моему, сейчас я на эту крышу залечу. Или нет? Да, вот сюда залечу. Блин, куда ты, камера? Черт. Опять этот охранник, которого я уже извивал тысячу раз. И вообще не холодно. О боже. В два часа ночи она встречается с каким-то известным челом. Кэнди, можешь называть меня Марта? Марта? А, Аликс, то есть Марта, как пожелаешь. Вам удобно там? Мне нужно скинки сделать, да? Как я здесь сяду? Стой, 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 стой. У меня вот здесь отличные съемки получатся. Могу отсюда? Черным ходом воспользоваться? Да вот же. Нет, мне нужен скрипт? Блин, ну неудобно же. Из окна какого-то? Зачем? Я бы пытался. Что, прям наверх надо? Нет, стоп, вниз. Вниз, какой наверх? Из какого окна? Мне же по скрипту встать надо. Ничего не понял. Как туда залезть? Или это на крыше все-таки? Нет, на крыше, вот, выше, из окна. Теперь ниже. Короче, тут нужно как-то залезть. разве туда можно залезть? Я бы их сфоткал в любом положении, это абсолютно не важно. Может, тут сзади как-то можно? Наверное, первый, кто не знает, как вообще это все сделать, потому что у меня план другой был. Да нет, тут то же самое. из окна. Явно же не из этого здания. Правильно, не из этого. Подождите. Или игра меня просто троллит. Это можно сделать вот тут. Правильно? Получится? Да. Игра меня троллит. Господи. Я только сейчас обратил внимание на это. А он точно мужчина? Или это косплей такой? Да. Ну, особое предпочтение, ничего не скажешь. Мне только что сдали. Ну, хотя бы у копов почему-то нет вертолета, хотя он должен быть. три пяти звездах. Эй, гони сюда фотик. Да кому это говоришь? Откуда вы знаете, что у меня фотик? Кто меня видел на таком расстоянии? У них там что, снайперы были? О, лодочки, катера. Перекрыли все, да? Ой. На чили захожу. Зашел на чили и вышел на чили. Что бомжи? По кому стреляет? Что не делают? А за кем? Что не делают? Это не решили меня напугать? Что вы делаете это? Эй, что я тут забыл? Эй, а я что забыл? Ладно, посижу. Точнее, повтыкаю. Боже мой. Мне бы броню пополнить? Ну, тут, по-моему, по-моему, тут брони нет. Домой ехать надо. Ну, ладно, пока она мне не горит, я, наверное, все-таки поставлю паузу и врублю свет, потому что уже темновато. И продолжим проходить дальше. Тут еще несколько миссий интересных. Ну, вот, так, я думаю, будет получше. Все, все ушли уже эти странные копы. Ряженые. Из точки А в точку G. Прости, но не могу этого сделать. Ну, давай же, детка. Он у него болтается, как дохлый кошелок. Неужели ты этого не чувствуешь? Стиви... Как поживает мой директор? Боже, попытки найти золотую середину грубыми сочными сценками до сих пор продолжаются и предугадывается твой вопрос. Отвечу да, все четыре фильма выйдут. Сладенькая, прошу, не заслоняй его ствол от камеры. Его время для нас стоит дороже, чем твое. Ой, прости, Стив. Подумал, нам нужно что-то грандиозное для подогрева интереса перед стартом продаж. Нечто такое, что подвергнет город в шок. Есть идеи подвергнета? Ну, раньше по таким случаям устраивали торжественные мероприятия. Звезды, лимузины, ночное небо в лучах прожекторов. Боже мой, прожектора, кажется, я придумал. Господи, что там на... Блестящее платье, лимузины, да, и на премьере, да, мэм, конечно, мэм. и пресса, искры, что-то такое. Отправляйся в центре, поработай с проектором на крыше. Поработай? Для прыжков с крыши на крыше тебе понадобится быстрый мотоцикл. Тебе нужно попасть на крыше зданий. Эту миссию я обожаю. Вот ради нее я готов вспотеть. Нереально. Посмотрим, сколько раз я буду фейлить и не допрыгивать. И да, таким образом можно эмоть угробить. Так что нужно быть аккуратным. Тут вроде бы сократить путь, насколько я помню. Повезло тебе. Повезло. Молодец, что увернулся. Можно сократить путь. Да, вот оно. Нам сюда. Эта лестница приведет тебя к нужному офису. Да, там же нужно на самый верх подняться. На самый верх самой высокой башни. Здравствуйте. Здравствуйте. мою табула. Сейчас будет прикол. Да. Еще и на мультике заехал такой. Нормальный. Типичные шутки. Но они ничего не заметили. И как стояли, так стоят, кстати, дальше. Воспользуйся этим же листом, если потребуется снова забраться наверх. Вылетай из окна и следуй по маршруту. За 7 утра должен справиться. А сколько сейчас времени? Чел, не стой возле окна, пожалуйста. А, тут, наверное, время само сейчас перемоталось. Чел, уходи. Я надеюсь, я допрыгнул? Вроде бы да. Боже, что со стеклом? 20 долларов заработал. Так, тут нужно аккуратно. Ой, ой. Листовано. Не допрыгнул. Нормально. Тут я буду знать, что нужно допрыгнуть. И это все придется делать заново. Ну, у меня есть время. Первый раз, вы считаете, зафейлил. Так что, сейчас едем в то же место. Вроде бы, чекпоинты еще будут. Да, мне сюда. А вот, нет, это та лестница. Ладно, я с другой стороны заеду. Вот то самое место. Снова там те же люди будут снова в лифте я кое-что сделаю. Ну, в смысле, не я доме. Никто этого, как обычно, не заметил. Но броня пока есть. Главное, чтобы мотик не угробился. Надеюсь, на это время хотя бы не тратится на то, что я заезжаю в лифт. Они снова стоят. Почему вы никуда не ушли до сих пор? Это уже второй раз. Никто ничего не заметил. Жизнь прекрасна. До свидания. Не езжайте дальше. Стойте в лифте. Я еще раз к вам приеду. Помогу вам, так сказать, с очисткой воздуха. ну он тут... Ладно. У него был шанс только что отлететь, но он выжил. Опять это стекло. Кто ему снова поставил? Он. А могу с первого раза вообще это все пролететь? Нет, не могу. Я скатился. 009. Я ставлю паузу, это будет долго. Ой. Ну, копытого не увидел? Мне повезло. короче, ставлю паузу и нормально доезжая до этого места, чтобы не затягивать время. Нет, третий раз я его все-таки задавлю. Он меня достал. Стоит там все время. еще в злоумо падает. Надеюсь, это не испортило мне скорость. Ой. А где мой мотик? Пожалуй, оно того стоило. Ну, в кавычках, скажем так. Что делает Томми? Что происходит? Что он делает? У меня такого не было. Что ты делаешь? Что? Я сменил мотик, потому что тот дымился чуть-чуть. Я не знаю, это какой-то бред был. Блин, походу, опять не долетел. Или долетел? Не, долетел. Повезло. Что происходит? Я тут врезался. Я не знаю, что это было, но это было эпично. Мне уже нравится данная миссия. Тут должно быть предельно аккуратным. я неаккуратный. Перелетел? Да. Тут не долетел? Не долетел. Ух. О, можно аптечку подобрать, кстати. А то у меня 150 должно быть так-то. Отлично. Нет, тут нужно вокруг объехать. Когда откроется первый чекпоинт? Мне интересно. Я не перелетел? Нет, идеально. Ну, почти идеально. Мотик, только не падай вниз, прошу тебя. Все хорошо. Там что-то в лифте непонятное произошло. Томми уже бомбанул сам. Блин, тут опасно. Реально можно не долететь. Отлично. Будет обидно упасть отсюда. Пока все нормально. Есть где разгуляться. Но это прикольная миссия. Паркур через весь второй остров, по сути. Первый чекпоинт. Нормально. Я даже урон не получил. Хорошо встал. Все, здесь можно подняться. Главное не забыть. Еще и броню дали. Засейвили, так сказать. Рейнспрей еще где-то, мне кажется, должен быть. А еще мне нужно найти быстрый мотик. Блин, я долетел, а мотик нет. Обидно. Он там еще живой? Пока живой. Красиво я спустился. По крайней мере, я хотя бы недалеко. Но мотик, мотик на грани. Мне бы его заменить или что-то другое сделать. Ну, тут еще нужно тайминг, чтобы что-то заспавнилось. Я в себе не уверен. Вы что, издеваетесь? Где там скорость набрать можно? Читы. По крайней мере. О, стоять! Ты мой клиент. А ну, стой. Мощный пинок. Так, 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 дружище. Давай, давай, садись, садись, садись. Ага. Вот там кто-то умер. Нормально. А мотик как стоял, так и стоит. Как будто вкопанный. Отлично. Вот это была удача. Мне повезло. Тут нужно быть каким-то очень аккуратным. Вот как тут наберешь скорость? Это же нереально. Я перелетаю. Мотик нет. Ой. А вот зачем броню дают. Короче, да, я уже раз шесть зафейлил, если не больше. Это нормально. Времени еще куча. Семь минут. Надо прямо с конца начинать. Да что ж такое. Это ненормально. Дайте мне еще брони, пожалуйста. Я просто не понимаю, почему не... Я допрыгиваю, а мотик нет. Хотя все делаю вроде бы правильно. Она просто отлетела. Хорошо. Кожи моем. Даже заехать так не может. Ну вот, что я тут делаю не так. Смотрите, разгоняюсь. Может тут как-то набрать? Ну тут же негде. Ой. Тут же негде набрать. Может фпс? Возможно это фпс. Чисто в теории скорость меньше или прыжок не такой. Фпс руинит. А возможно это все мои тупые отмазки. Но я уверен, что я делаю что-то не так. Не набирая нужную скорость. Что? Что? Дай мне свой мотик. Он какой-то бракованный. Возьми другой, я там тебя оставлю. Ну вот теперь начинаю нервничать. Потому что я могу не успеть такими темпами. Это вообще реально? Окей. А что если отсюда взять? Неужели? Если отъехать назад, оно получится. Вау. А дальше? Тут мне разве хватит? А, ну тут хватит. Ладно. Немного. Дальше пошло как по маслу. Тут бы еще не врезаться. Отлично. Вот. Всего-то один непроходимый участок, где я затупил. И все нормально. О, мы почти доехали. Вот сюда нам нужно. Вау. Отлично. Тот самый прожектор, который нужен был. Все. Вот мы и на месте. Награда за уникальный трюк. А, ну вот я даже могу спуститься. Но зачем мне это надо? Я уже на месте. Я успел. Все. Изи реклама. Давай. Развернул. Еще буду сейчас показывать, как билборд какой-то. САХХХ или ХХХ. Хе-хе. Как говорится, изи реклама. Работа по развитию киностудии завершена. Все. Мы прошли все эти основные миссии. До 7000 она будет приносить. Но теперь мы можем отправиться на задания типа сюжетные. Сколько их там осталось, я понятия не имею, если честно. Надо, наверное, сначала заехать домой. Я так спущусь. Ничего страшного. По скиле. Изи. Для меня это уже вообще ни о чем. Вот даже сейчас изи трюк будет. Я ничего не боюсь. Едем домой. Берем там броню, аптечку на всякий случай. Хотя у меня 147. Ну, мало ли. И мне бы не хотелось, чтобы на финальную серию оставалась одна миссия. Надо вообще посмотреть, сколько еще миссий. Так и быть, я это гляну. А там уже решим, что делать дальше. Потому что, если будет только финал, то он будет идти минут 15. Зачем мне это нужно? Правильно? Так что, я ставлю паузу. Смотрю, сколько идет серия и сколько еще примерно осталось проходить. А там посмотрим. Кто мне звонит? Томми. Это Паула. Клапас, Омиго. Что тебе нужно, Пол? Мне нужны китайские... Не нужны китайские шмотки. Очень смешно, друг. Сам знаешь, что я не занимаюсь сомнительным бизнесом. Просто хотел узнать, могу ли я принять участие в одном из твоих фильмов. У себя в Англии я чем только не занимался, друг. Мною интересовались. О, спасибо за предложение. Буду иметь в виду. Серьезно, не забывай обо мне после всего, что я для тебя сделал. Вот об этом я и пытаюсь забыть. Пол хочет сниматься в моих странных фильмах после этой рекламы. Пол, оно тебе надо? Там и так хватает актеров. Со стержнями, так сказать. С внутренним стержнем. Хотя, в данном случае, внешним. А знаете, давайте прямо на этом закончим нашу серию. Потому что там осталось буквально немного. И давайте, кстати, я сохранюсь в типографии. Дело в том, что данная серия идет уже минут 50. Нет смысла проходить еще одну миссию, потому что это будет минимум минут 5-10. и к тому же останется контентом на финальную серию. Скорее всего, она будет финальной, то есть 12-ая. И мы закончим на такой вот интересной ноте. Интрига сохраняется. Как же все будет происходить у нас в финальной серии? Сколько раз я погибну, если вообще такое будет? И что вообще будет в той серии происходить? Сколько там еще времени останется на прохождение? Все. Сохраняюсь. Других миссий на карте у меня нет. Правильно? На студии, клуб Малибу. Да. По сути, да. Фил это просто метка магазинчика. Кстати, за миниган нужно не забыть в следующей серии. Кстати, да. Я еще заеду возьму боеприпасы, если тоже не забуду. Что происходит вообще? Если не забуду. Потому что он мне понадобится в конце. Я прямо хочу это опробовать. Потому что если я не использую его, если вдруг забуду, это будет очень обидно. Все. Это был Демси и 11 серия прохождения GTA Vice City. Скорее всего 12 будет финальная, так что ждите ее. Я постараюсь выпустить ее по графику. Это была GTA Vice City, как я уже сказал. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий, ну и также оставить несколько интересных тайм-кодов. Тут их хватало. Это был Демси и GTA. Ждите финал, скоро это все будет. Спасибо всем за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok